Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в экстренное включение в эфир. Кроме позитивных экономических данных из еврозоны, о которых я говорил в прошлом видео, ECPI оказался гораздо более позитивным, чем все ожидали. Все ожидали отметки в 7,3%, но фактически индекс потребительских цен оказался ниже и составил 7,1%. Конечно же, рынок отреагировал на это хорошо, а как иначе? Биткоин взлетал выше 18 тысяч долларов. Перед тобой график инфляции в США. Мы видим, что пик был в июле 2022 года 9,1%. С тех пор 5 месяцев подряд инфляция падает и сейчас составляет 7,1%. За 5 месяцев она упала на 2%, а значит политика ФРС США оправдывает себя, если цель была уменьшить инфляцию. Однако это может грозить рецессией. Посмотри на этот график. Это баланс ценных бумаг ФРС США. И как ты видишь, начиная приблизительно с июня этого года он падает. Это с одной стороны вызывает давление на рынке, а с другой позволяет бороться с инфляцией. Однако до сих пор баланс является очень раздутым, даже после этого падения. И практически недалеко ушел от all time high. И хотя инфляция упала с 9,1% до 7,1%, она все равно остается очень высокой и гораздо выше процентной ставки ФРС, которую резервная система поднимала до 4%. При этом Core CPI вырос на 6% в годовом выражении, а реальный средний заработок продолжает снижаться 20 месяц подряд, пишет OnceGene. По его словам, это значит, что в федеральной системе придется продолжать сокращать свой баланс. А значит, сегодняшний рост биткоина – это реакция на позитивное событие, но никак не начало устойчивого и длительного булрана. После сегодняшнего обновления по CPI уже завтра, 14 декабря, ФРС проведет новую встречу. На этой встрече традиционно будет рассмотрена процентная ставка. Насколько ее поднимать? На 50, 75 или 100 базисных пунктов. После сегодняшнего обновления по CPI ниже прогноза, я думаю, они повысят ставку на 50 базисных пунктов. И если это так и будет завтра, то рынок не отреагирует на это негативно. Почему я думаю, что ставку повысят только на 50 пунктов? Да, рост биткоина в ответ на понижение инфляции в США волнителен, но я больше взволнован ожиданиями от CPI в дальнейшем. Инфляция уже неуклонно снижается на протяжении 5 месяцев, а сегодняшний индекс потребительских цен наверняка заставит ФРС и Пауэлла приостановить взрывной рост ставок и как минимум замедлить его. Скорее всего, они не остановят рост ставок, ведь они хотят добиться инфляции на уровне 2% плюс-минус, но скорость повышения ставок точно понизит. Какие же прогнозы для CPI в следующие 3 месяца? Это очень важно для движения цены биткоина. Дальше. В поисках ответа на этот вопрос я нашел некого Уилла, у которого аж целых тысяча подписчиков в Твиттере, достаточно много, кстати. Он написал сегодня очередной месяц и очередное попадание в яблочко, имея в виду, что он угадал со значением инфляции сегодня. Оказалось, что у него есть инфляционная модель, которая предсказывала сегодняшнюю инфляцию в размере 7,1% вместо 7,3%. И как ты видишь, инфляция сегодня действительно составила 7,1%, точно как его модели предсказывала. Я нашел эту модель, вот она перед тобой. Мы видим все цифры его модели в этом ряду. А в нижнем ряду мы видим официальные цифры от ФРС США. Мы можем их сравнить. И как мы видим, расхождение составляет максимум 0,1%. В ту или иную сторону. В декабре-январе эта модель предсказывает инфляцию в размере 6,8% и 6,3% соответственно. Если это будет так, то это будет хорошо для биткоина и для всех рынков, а политика ФРС США будет становиться все менее жесткой. Кроме этого, уже появились официальные цифры. После обновления CPI и факта ниже прогноза 7,1% вместо 7,3% рынки ожидают от завтрашней встречи ФРС США повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов вместо 75%. Также понижен прогноз роста ставки на февраль всего на 0,25%. Кроме этого, и пиковое значение ставки, после которой, очень важно, начнется разворот политики ФРС США, понижен до 4,5% или 4,75%. При этом раньше этот прогноз был 5,2% или 5,25%. На этом все. Это было быстрое включение с моим мнением по обновлению CPI сегодня. Если тебе нравятся такие быстрые обновления по самым важным событиям из мира криптовалюты и экономики, поставь лайк и подпишись на канал. И таких обновлений будет чаще. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok